Сегодня третий день. За два дня дом стоит. Мы уже потихоньку привыкаем, что он здесь стоит. А сегодня ребята доделывают крышу. Вон у них гидроизоляция на крышу готовится. Отмеряют, отрезают, что-то там подбивают, поправляют. В общем, сегодня, думаю, или накроют полностью, крышу сделают, или завтра уже доделают. Вот, ребята уже почти сделали крышу, а приехали доустанавливать леса, натягивать сеточку. Им там уже этой сеточки на пару часов надо. Хотя нет, завтра же еще весь день черепицу будут, наверное, укладывать. Сегодня четвертый день постройки дома, 9 апреля. Ребята, работники уже приехали доделывать. Вчера они набили латы-контрлаты, положили гидроизоляцию. Вот, и сегодня доделают, видимо, их. И будут, наверное, всю черепицу уже укладывать. Так что, как говорил наш сосед, они сегодня должны доделать. А уже потом будут штукатурить отдельно. Быстро дело складывается. Левую сторону крыши уже накрыли. И здесь доделывают. Надеюсь, что они поскорее доделают. И мы еще сегодня успеем заснять, как выглядит дом снаружи, а не только через сетку. К соседям снова приехали с лесами лесничья. Теперь переделывают чуть-чуть. Видимо, чтобы ливневки поставить. Да, потому что до этого уровень лесов был как раз под дерево-крышью. У них вот там стояли прямо леса, и они там даже чуть-чуть черепицу не доделали. Четыре дня, дом готов. Еще, конечно, внутренние и наружные работы. Но, тем не менее, дом, крыша. Это чисто робо-алт называется, черновое строительство. Окна, двери. Даже водосточные желоба. Вот здесь у них будет гаражик еще. А почему труба здесь, а водосточный желоб там? Того научен и ведомых. Возможно, это только канализация. И, возможно, вот это вот стоп для теплового насоса. Это делают, почему-то под него прям подводят. Ну, такой толстый. Здесь у них будет наружная часть теплового насоса стоять. Пойдем. Аж туда. Туда можно? Ну, пойдем. Они же через этот ходят. Через что? По нас это, как по мостам. А, да? Вон все эти доски хотели выкидывать строители. Они себе их приныкали и говорят, ну, как бы, мангал, все такое, да. Здесь у них два водосточных. Это желоба, получается. Две водосточные трубы. С той стороны и с этой трубы. И с этой стороны. В общем, на самом деле, не одной было достаточно. Ну, они же как-то рассчитывают. А что у них там сверху? Просто душники, типа? Ну, эти как их. Фановая труба. Камина у них нет, да? Он говорит, хотел, но что-то как-то не случилось. Говорит, там под него небольшой кусочек остался. И в таком месте, которое никуда, никуда. В принципе, как мы когда пытались что-то придумать. Там, где, ну, вот, где место для него есть, так оно где-то на проходе, в коридоре, там, непонятно где. Ну, да. Сюда наверх? Вот и он, говорит. Ой, помогите. Чисто на проходе получается, говорит. Он ни туда, ни сюда решили. Ладно, сейчас нет. Обойдемся без камин. Они жалюзи уже опускают и поднимают. Мне вот интересно, у них ручные эти лямочки такие. Я когда заходил, не глянул потом. Нам вроде разрешили будет зайти поднять. Если все получится, то подснимем, посмотрим. Ну, у них здесь вот окна сквозные, получается. С той стороны такие же практически. Ну, да, такие ждомики плюс-минус стараются с зеркальными делать. По крайней мере, местные архитекторы. А вот крыша у них вот таким вот коричневенькими подкрашена, да? Да, они сейчас привозили доски, которые были подкрашены, а которые нет. И получается подбито вот тут только периметр, а внутри там просто пленка. Они вот этой морилкой только с одной стороны подкрашены, снаружи. Сверху решили, зачем морильки подкрашены. Тут дерево не защищают. А вот какое оно есть, таким оно есть. Ни антисептиком, ничем. Просто вот прикрутили и все, так пойдет. Да, это непривычно, необычно, но вот так вот. Так обычно русскоязычный ютуб смотришь, там самостройщики, несамостройщики. Там везде антисептиком обработал, еще чем-то обработал. Так, прикрутили и так выкрули. Ну, у них здесь вид хороший на поле. Да. Ну, они забор собираются поставить, получается, будет только со второго этажа вид. А-а-а. Вот эти вот соседи поставили себе забор на поле, а мы спрашивали у них, зачем. Они говорят, ну, типа, от ветра, чтобы дальнобойщики не смотрели на террасу. Их случайно, что у них проезжающие дальнобойщики, типа, ну, грузовики, смотрят на их участок. Ну, говорят, это второе. Первое, это то, что ветер. Говорит, тут часто бывает сильный ветер. И, говорит, он на террасе сдувает нам. М-м-м. Мы же ими закрыты, а участок закрыт этими долгами, по сути. У нас чуть ниже. Ой, какой ветер. У нас ветер по крыше, поверху. По сути. А они тут как раз на верхушечке. Вон, буквально, за тем чуть-чуть выше их полный, когда все вниз отойдет. И получается ступор. Так, а здесь у них такой закоулочек получился. Да, и это, если видно, вот там, возле водосточной трубы, два самореза. А вот это на таких саморезах дома собрано. А мы же там ближе подойти. Стены с собой, видишь, большие саморезы? Ну да, да, я видела. Ну, дома саморезы соединяют. А, нет, у них не такая, как у нас черепица. Нет. У нас харцер пфан, а у них франкфуртиш пфан. Другая форма. Да, чуть-чуть другая модель. Но цвет вроде бы такой же. Ну, да. А, сейчас блюстит все на солнце. Модель другая. А, как наш участок выглядит с высоты. Можно сказать, со второго этажа. Ну, по сути, да. Ой, а у них здесь не видно вдаль вот туда вот. Ничего. А от нас в сторону туда видно. Угу. Ну, у них тут крыши домов, крыши завода вот этого каменного. У них тут и вот это вот получается. И здесь с кустами все закрыто. И в эту сторону вот туда вдаль видно. Сюда вот там получается. Где весь юго-восток хорошо видно в нашей ладони. Но у них тут и смотреть не из чего. Они окна себе все сделали к соседям. И на поле. Да, да. Мы думали, что у них здесь будет на втором этаже еще какой-то выступ в крыше. Да, оказывается, это просто для первого навесик. И все. Угу. Заглядываем. Вот выше видно им. Они специально положили черепицу, но задвинули ее полностью туда. Шесть ветра напустит пленку, вот. Она полностью задвинута, потому как гирюз был вот как раз намного выше и они не могли там сделать водосточную желоба. И они подготовили все. Ее только вниз стянуть нужно будет. И все. Мы туда можем? Да. Саморезики. Ты же саморезики. Ничего, что мы тут ходим за рядом? Смотрим. На вот таких саморезах собран дом. Угу. Что это за штука такая? Ветробарьер. Каждые полметра получается по саморезу вкручен. Вот здесь выводы для подсветочки. Да, это для нарубного пирасного. А, кстати, окна у них со структурой под дерево. Ну, и с москитками там. Да? Ух ты. А где ты видишь? А, иди сюда. Смотри, какие аккуратные москиточки. Ой, класс. А как это они сделали? Ну, вот просто маленькие петельки. Они открываются. Прикольно. А мы такого чего-то не видели. Надо будет нам как-нибудь москиточки организовать. Классно. Нам не предлагали такие. Не, ну хотя... Нам предлагали, которые опускаются на низ. Да? Да, у них механические жалюзи. Рулеты в смысле. А где эти степки? Не ремень, а эти... У них не стропы, у них палки-крутилки. Крутилки? А, вон вижу. Вон там вдалеке палка-крутилка. Потому они ее опускают. У них механические полностью. Ну, блин, так по мне это немножко странно. Новострой механические делать. Не думаю, что там такая цена большая. Ну, разница. Это, скорее всего, фирмы. Просто продают по умолчанию по цене электрических, не электрические. А, кто их знает. Ну, уже... Сетки москитные классные. Да, сетки тут то есть. Надо себе на замеску взять. А, вон у них кухня. Нет, а у них не так... Вон там. Не под окном. Ручечка. А вот с нашей стороны. Так выглядит. Ну, тут места много. Еще много прям далеко. У нас в гараж ничего не закрывает. Никакое солнце. Сейчас обед получается. Нет, этот... Да нет, наверное, даже не должно. Но вот как раз получается полого постепенно сюда. Где-то день до окна может доходить. До низу, а до верха вряд ли. А вот как он выглядит отсюда. Со стороны их террасы, дороги общей. И у нас получается между домами метров двадцать. Вот так прикинули. У нас гараж восемь с половиной. Там еще перемычка между гаражом и домом. И здесь метров девять-десять. Да, ну, то есть нормально. Вполне нормально, по-моему. Там, получается, за ними два дома стоит. Крыша в обратную сторону, наоборот повернутая. И вон там вдали соседи тоже крышей повернуты к западу. А они почему-то сделали наоборот. Окнами к соседям, а окнами на запад. Не знаю. Ну, конечно, они сделали террасой на участок. Ну, я имею в виду второй этаж. Ну, в общем, не знаю. Возможно, решили, что спальные окна пусть выходят вбок, а не к дороге. Ну, сверху было плагично, может, иметь этот, я не знаю, как называется, выступ в трыше сюда. Ага, да, делают. Ну, мы видели такие. С балкончиком, типа. Но, насколько я понял, там уже вопрос бюджета был. Такое, выступы такие. А может, здесь нельзя такое строить? Можно. Можно, да? В Баугенемигунге можно. О, в Бауфоршрифтах, то есть в предписаниях по строительству новых участок можно. Но я так понял, он говорил, что хотел вообще и внизу полностью сделать весь этаж. Не кусочек, а весь этаж такой, говорит. Но уже вопрос бюджета был. То есть, наверное, балкончик тоже был вопрос бюджета. Сильно дороже было вот тот кусочек выдвинуть, чем вот эту ступеньку делать? Скажем так, если в нашем плане строительство, нет. Это было бы плюс-минус то же самое. Немножко больше по материалам, то же самое по работе. У нас индивидуальный проект. Да, а когда это вот эти вот фертихаузы копипастные, то там, блин, окно подвинуть на 2 сантиметра пару тысяч евро стоит. Поэтому там это могло быть вопросом бюджета. Ясно, тогда понятно. Ну, в общем, теперь у нас есть соседи. И, знаете, наверное, хорошо, что они не строились целый год, как мы здесь. Не зависали тут под ухом, не жужжали на стройке, как мы нашим другим соседям. Но мы строились одновременно практически с бунгало, так что не мы одни здесь шумели. Ну, вот они за 4 дня полностью готовы. Но внутренняя, наружная отделка уже будет не такие шумные, я думаю. Да и это было не особо шумно. Нас вообще звук этой стройки никак не отвлекал, потому что это были тихие работы какие-то. Это всё быстро и тихо делалось. Да ещё и шумоизоляция, я не знаю, скажем так. Вот коллега мой по работе, у него тоже дом из Ситранга. И он жалуется, что вроде как плохая шумоизоляция, всё слышно. Но ему строили из обычных камушков. И строители, когда строят из обычных камушков, там они оставляют очень много полостей. Ну, к примеру, даже на нашем, вот видно здесь кусочки, сколько я всего дополнительно пропенивал на гараже. Вон там, где окно пены, там, где есть камни. Вот, и в итоге сейчас, на данный момент, у нас ещё нету штукатурки, то есть ещё нормально не закрыты все вот эти вот щели полностью. И вот тот вот сосед, вот он, в принципе, рядышком, подбойником бетон у себя долбит на крыльце, крыльцо переделывает. Потом трамбовочная машинка и в землю утрамбовывал. Блин, его не слышно. Он там что-то себе возится с шумным инструментом, его не слышно. Так что это круто. Мы как в термосе живём. Да, и крыша у нас ещё там, утеплителя тоже чуть-чуть ещё не хватает. Вот этого дополнительного, который я собирался укладывать. Сколько там, 4 сантиметра. И гипсокартоном ещё не зашито. Так что за 4 дня дом у соседей практически готов. Это очень интересно. Очень интересно было за этим наблюдать. Вот, но они скоро уже переедут сюда. И здесь будут у нас новые соседи. Предлагаю вам сейчас также посмотреть полный таймлапс, как этот дом строился. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok